Здравствуйте, друзья! Лето это не только прекрасная пара ягод и фруктов, но и сакраментального вопроса, с чем их есть. Мне этот вопрос регулярно задают мои читатели и слушатели, поэтому я записал сегодня специальное летнее видео, чтобы вы понимали, с чем можно есть фрукты и ягоды. И вы узнаете сегодня о том, что все идеи раздельного питания это фейк. Вы узнаете, с чем есть фрукты, когда есть фрукты, сколько можно есть фруктов. Ну и на десерт я порадую вас известием о том, информацией о том, с чем можно есть арбузы и дыни, ибо в идеях раздельного питания им отведено отдельное коронное место и утверждается, что их вообще ни с чем нельзя смешивать. Эти бродильные идеи в мозге людей заложил некий Герберт Шелтон. Еще в 20-е годы он написал книжку «Принципы раздельного питания», где дал свои идеи о том, что можно смешивать с чем, что когда нужно кушать. И уже тогда, в 920-е годы, эти идеи противоречили основным взглядом на физиологию человека. А за эти годы, как вы понимаете, за 100 лет физиология продвинулась очень далеко, и, собственно говоря, противоречие только увеличилось. И эта вся книга и все его идеи на самом деле это абсолютный фейк. Но, тем не менее, до сих пор по интернету курсируют вот эти безумные таблички, что можно есть с чем, а что с чем есть категорически нельзя. И на самом деле, вы будете смеяться, я посвящу этому отдельное видео в моей программе «Обман веществ». Некоторые из этих идей работают, но я покажу в следующем видео, что работают они вообще не по тем причинам, которые называл Герберт Шелтон. А большинство этих идей нужно забыть, потому что они вредны, они вредят вашему здоровью. А основной целью моей программы «Обман веществ» как раз и является развеивание фейков о питании и защита ваших кошельков и здоровья от посягательств огромной индустрии преднамеренной лжи. При этом я опираюсь только на научные исследования. Номер каждого вы увидите на слайде, а список получите по ссылке в описании к этому видео. Кроме того, что лето – это прекрасная пара ягод и фруктов, это еще и прекрасная пара овощей и прекрасная пара менять ваше питание, потому что много вкусного и полезного позволят вам изменить структуру вашего питания, похудеть или набрать вес, поздороветь в любом случае и достигнуть того, чего вы хотите. Поэтому именно летом, именно сейчас я и начал мою программу «Антиаллергический марафон. Аллергия прощай». Она начнется 21 июля и продлится 21 день. И я обучу вас, каким образом пошагово изменить ваше питание для того, чтобы уменьшить симптомы, а в некоторых случаях и полностью распрощаться с аллергиями и аутоиммунными болезнями. Проходите по ссылочке внизу этого видео, и вы получите описание, цены и сможете задать мне ваши вопросы, если решите подключиться к этой программе. Приглашаю. А мы с вами возвращаемся к нашим ягодам и фруктам. И основным постулатом Шелтона, объясняющим, почему нельзя есть ягоды и фрукты с белковыми продуктами, было то, что если их есть вместе, то есть белковые и сладкие продукты или фрукты, то белки перевариваются дольше углеводистых продуктов и сахаров. И поэтому фрукты и сладости якобы задерживаются в желудке существенно дольше времени, которое нужно для их переваривания, и успевают там забродить. Идея безумная уже по тем временам, абсолютно антинаучная с нескольких точек зрения. Но, во-первых, для того, чтобы что-то успело забродить, то есть, чтобы бактерии начали работать и производить газ и какие-то еще другие дополнительные продукты, в случае с брожением это обычно спирт, что, собственно говоря, думаю, многие бы не отказались, чтобы у них внутри бродили фрукты и ягоды, и они получали прямо себе внутренний спирт сразу. Так вот, чтобы что-то успело забродить, нужно время. Проведите простой эксперимент. Просто прожуйте ягоды или фрукты в каком-то достаточно большом количестве, не знаю, там полстаканчика, и продержите их 3 или 4 часа, это время, которое нужно для того, чтобы переварились белки, в стаканчике при температуре 37 градусов, ровно столько у нас в желудке. И вы увидите, что ничего за это время, даже пережеванное, то есть с бактериями, которые есть у вас во рту, забродить не успеет. Второе. Чтобы что-то могло забродить, требуются дрожжи. На самом деле, внутри у нас в желудке дрожжей никаких нет. И если какие-то бактерии там и удерживаются, то это абсолютно страшные патогены, которые к брожению как таковому не имеют никакого отношения. Брожение это процесс переработки сахаров или крахмалов бактериями с выделением углекислого газа или других газов и алкоголя или каких-то кислот. Так вот, как вы видите из этого рисунка, у нас в желудке не выживает практически ни одна бактерия. То есть в одном кубическом миллиметре максимум до 100 бактерий находится. И то это в случаях, если человек болен. Наш желудок специально устроен так, чтобы дезинфицировать всю пищу, которая в него попадает. И дезинфицируется эта пища очень сильной кислотой. О кислоте я расскажу, когда буду приводить третий довод. И сейчас просто расскажу вам о том, что в желудке практически бактерий нет. Более того, ничего бродить не может и в тонком кишечнике, куда пища попадает после желудка. Потому что практически на всем продолжении тонкого кишечника, где пища тоже пребывает 2-3 часа, тоже почти нет бактерий. Он практически стерилен. Ну и третий мой аргумент. Чтобы что-то могло забродить, оно не должно быть слишком кислым. Как вы видите из этого рисунка, PH желудка где-то около 2 в тот момент, когда там идет интенсивное переваривание. Более того, когда перевариваются белки, то кислоты там больше и, соответственно, кислотность выше. То есть PH меньше. Сильная кислота в любом случае блокирует работу любых бактерий. Даже если бы к нам внутрь попали какие-то бродильные бактерии, или если бы вы съели дрожжи, то в желудке или в тонком кишечнике работать они не могут. В желудке слишком кисло, а в тонком кишечнике у них просто на это не достанет времени. Вывод. Идея о том, что фрукты или ягоды, или сладости начинают бродить внутри у нас, это абсолютно антинаучная фантазия. И это было понятно уже в 920-е годы, когда Шелтон ее создавал. Но вы зададите мне вопрос, а почему же тогда от фруктов пучит? А на самом деле причина абсолютно иная. Это не брожение. Чтобы ответить на то, почему нас пучит от фруктов, нужно сказать всего одно слово. Фруктоза. На этой картинке вы видите процесс усвоения различных количеств фруктозы. Дело в том, что небольшие дозы фруктозы преобразуются ферментом кетогексокиназа и в глюкозу, и органические кислоты прямо в тонком кишечнике. И это глюкоза и органические кислоты прямо в тонком кишечнике и усваиваются. Но это происходит только тогда, когда вы едите немного фруктозы. А вот при съедании высоких доз, то есть больше 1 грамма фруктозы на килограмм веса тела, существенную часть попадает в кровь, и уже там она перерабатывается печенью в основном в жир. А еще одна существенная часть отправляется в тонкие кишечники. Вот там кишечные бактерии и превращают фруктозу в карбоновые кислоты. При этом выделяется громадное количество различных газов водорода, метана, углекислого газа. И вот выделение как раз этих газов и воспринимается испуганным народом, как брожение после фруктов. Именно в толстом кишечнике и живет вот это громадное количество бактерий, которые призваны перерабатывать все, что мы не усвоили в кишечнике тонком. Поэтому наша задача, чтобы нас перестало пучить, когда мы едим фрукты, понять, каким образом дать этим бактериям меньше фруктозы и съесть при этом побольше фруктов. И наука дает на это ответ. Поэтому сегодня мы с вами разберемся в том, сколько фруктов нам можно съесть, чтобы не превратиться в филиал Газпрома. Вернее, сколько фруктозы нам можно съесть. И проблема здесь такова, что усвояемость фруктозы это штука крайне индивидуальная. У от 11 до 50% людей при приеме всего 25 граммов фруктозы уже возникает вздутие, у некоторых диарея или боли в животе. Что такое 25 граммов фруктозы? Сколько это в фруктах? Я провел специальное исследование, то есть я собрал данные по фруктозе, по какому-то количеству фруктов и овощей и очень удивился на самом деле. Как вы видите из этих двух табличек, а кстати вы можете написать мне на мейл, и я с удовольствием их вам вышлю. Как вы видите из этих двух табличек, количество фруктозы во фруктах, я их выделил красным цветом, чрезвычайно индивидуальная вещь. То есть разные фрукты содержат разное количество фруктозы. Поэтому сказать в целом сколько фруктов нам можно съесть невозможно. Каждого фрукта можно съесть столько, сколько в нем есть фруктозы. То есть чем больше фруктозы, тем меньше мы можем съесть этого фрукта. И 25 граммов фруктозы это всего-навсего полкило черешни, вишни или арбуза. Полкило это половина литровой баночки. Но кто из нас съедает половину литровой баночки арбуза, в здравом умеет резвой памяти. Но самое противное, что фруктозы есть очень много также и в овощах. Например обычная цветная или качанная капуста или лук в 100 граммах содержат столько же фруктозы, как сливы или персики. Поэтому когда мы размышляем о том, сколько фруктов мы можем съесть, мы должны учитывать еще и те овощи, которые мы едим, и содержание фруктозы в этих овощах, поскольку оно тоже влияет на усвояемость фруктозы. Как я сказал, усвояемость фруктозы штука крайне индивидуальная. Кто-то не переварит и 25 граммов, а некоторые особо наглые личности могут проглотить 90 граммов за раз и ни разу после этого не пукнуть. Поэтому дать общую рекомендацию о том, сколько овощей и фруктов можно съесть лично вам, чтобы ваш кишечник не превращался в булькающий магический котел Гарри Поттера, к сожалению нельзя. Придется идти опытным путем. Но даже если ваш личный лимит, как вы уже знаете из вашего личного опыта, не велик, вы все равно можете повысить усвояемость фруктозы и добиться того, чтобы съедать больше фруктов и овощей без неприятных последствий. Дело в том, что аминокислоты повышают усвояемость фруктозы, причем достаточно серьезно. Прием фруктозы вместе с некоторыми аминокислотами, это аланин, фенилаланин, глутамин и пролин, повышает ее усвояемость в тонком кишечнике и приводит к уменьшению ждутия, диареи и боли в животе. Что же является источником этих аминокислот? Как раз те продукты, которые мы с вами любим, и которые Шелтон запретил смешивать с фруктами и сладостями. А именно мясо, рыбка, молочные яйца, бобовые, орехи и семечки. То есть все источники растительных животных, белка, который нам с вами нужен. Именно поэтому поедание фруктов вместе с белковыми продуктами это замечательный способ увеличить усвояемость фруктозы и соответственно съесть фруктов побольше и уменьшить при этом вредные последствия. Однако во фруктах, кроме фруктозы, как вы видели из этой таблички, много и других сахаров. Не повредит ли съедание белковых продуктов вместе с фруктами нашему здоровью? Отнюдь нет. Дело в том, что аминокислота триптофан, которая тоже есть в белковых продуктах, снижает скорость усвоения глюкозы в тонком кишечнике и снижает уровень глюкозы и инсулина в крови. Именно поэтому съедание сладких продуктов с белковыми приводит к меньшему в плеску сахара в крови и соответственно к меньшему урону для здоровья. Какие продукты богаты триптофаном? Это все мясные, молочные продукты и кроме того еще и некоторые семечки типа кунжута. Поэтому не стесняйтесь, ешьте фрукты и ягоды после или совместно с растительными или животными белками и будет вам счастье и не будет вам бурления в животе. Но главное не превышайте вашу дозу, потому что в случае с фруктами доза столь же важна, как и в случае с выпивкой. Только ли с белковыми продуктами можно есть фрукты? Отнюдь нет. Если мы посмотрим на то, как усваиваются сахара из фруктов вместе с клетчаткой, то мы увидим, что чем больше клетчатки мы едим, тем медленнее усваиваются сахара из пищи, соответственно, тем меньше всплеск сахара в крови и соответственно, тем меньше урона нашему здоровью. Помимо этого, овощи имеют более низкую гликемичность, то есть подают меньше сахара в кровь, чем фрукты. Поэтому совместное употребление овощей и фруктов чрезвычайно полезно, поскольку оно позволяет лучше контролировать уровень сахара в крови. Вывод. Едим фрукты вместе с овощами. Ну и ягоды, соответственно, туда же. Еще один довод для поедания фруктов с овощами, салатами и белковыми продуктами. В салатах и белковых продуктах всегда есть жиры, а каждый фрукт, он богат каротиноидами. Каротиноиды это группа антиоксидантов, которых больше трех тысяч, и организму требуется на самом деле все три тысячи, потому что каждый из них используется в разных местах. Какие-то в глазу, какие-то в мозгу, какие-то в коже, и все дают нам свою максимальную пользу. Так вот, каротиноиды хорошо усваиваются только с жирами, поэтому если вы будете есть фрукты с какими-то жирными вещами, даже, например, со сметанкой, то каротиноиды усвоятся гораздо лучше, и пользы от фруктов вы тоже получите больше. Общий вывод звучит так. Ешьте нас вместе. Фрукты, овощи, белковые продукты и жиры. А можно ли есть фрукты ягодами со сладостями или продуктами из теста, то есть крахмалистыми? Никак нет. Во-первых, все крахмалистые продукты, тем более сладости, имеют очень высокую гликемичность, то есть они подают много сахара в кровь и подают его быстро, поэтому добавка фруктов к любого рода сладостям или крахмалистым продуктам приведет к сильному всплеску сахара в крови. А это нанесет вам достаточно сильный урон и достаточно надолго. Я упомяну только один маленький штрих. Чем больше сахара в крови, тем больше инсулина, а инсулин как раз командует жировым клеткам накапливать жир. Поэтому, если вы съедите фрукты вместе с какими-то сладостями или с хлебушком, то, соответственно, вы получите колоссальное количество калорий, и все эти калории внутри вас превратятся в жир по команде инсулина. Поэтому никогда не смешивайте фрукты и ягоды со сладостями, тестом и хлебопродуктами. Ну и последний вопрос, который мне часто задают, когда есть фрукты, лучше ли их съесть в начале еды, или все-таки завершить фруктами трапезу, то есть подесертничать. Наука дала ответы и на эти вопросы, и, собственно говоря, эти ответы еще и подтверждают идею того, что фрукты, белковые продукты и овощи нужно есть вместе. Как вы видите из этого исследования, начинать еду следует с белковых продуктов и тех, которые содержат много клетчатки, а также жирных продуктов. Много клетчатки, напомню, содержат как раз овощи. Как показывают исследования, именно такая очередность и повышает скорость насыщения, увеличивает уровень сытости и уменьшает вредные действия высокогликемичных углеводов на здоровье. А второе исследование показывает, что прием пищи нужно строить от наименьшей к наибольшей удельной калорийности. Что это значит? Удельная калорийность – это количество калорий в одинаковом объеме продуктов. Так вот, мы с вами будем более сыты, съедим, соответственно, меньше и быстрее насытимся, если мы будем съедать с самого начала наиболее высококалорийные продукты, то есть белковые или жирные, и затем уже съедать наш салатик, и после этого уже есть какие-либо фруктики или десерт. То есть, на самом деле, нужно еще и уменьшать количество еды, которую мы съедаем, ближе к концу трапезы. Сначала съедаем много белковых продуктов, салата, и потом уже съедаем мало десерта или фруктиков. Я думаю, что с этим уже все понятно, и последний вопрос, который мучает людей – действительно ли нужно есть арбузы и дыни абсолютно раздельно от всего? Вы знаете, тут я даже не могу привести ни одного научного исследования в доказательство или в опровержение этой идеи, их просто нет. То есть, на самом деле, ученые даже не задумывались об этом, потому что звучит это абсолютно абсурдно. Ни арбузы, ни дыни практически ничем не отличаются от других фруктов, разве что водички немного побольше, и поэтому никто никогда не исследовал, что произойдет, если их есть с чем-то или не есть с чем-то, в отличие от других фруктов и овощей, в состав которых, собственно, и всегда входили наверняка и дыни, и арбузы. То есть, не заморачивайтесь идеями раздельного питания, они не верны. Ешьте фрукты вместе с белковыми продуктами, салатами, и точно так же к фруктам относите арбузы и дыни, они ничем не отличаются. Ну и напомню, что лето это самая лучшая пора менять ваше питание, потому что у вас есть много полезных вкусностей. Именно поэтому летом я начинаю мой антиаллергический марафон «Аллергия прощай». Вы можете узнать условия, прочитать, что там будет, по ссылочке, которая есть внизу, к этому видео. Марафон начинается 21 июля 2020 года, но таких марафонов я потом буду проводить много, так что пишите мне, если у вас есть желание поучаствовать, а срок марафона уже прошел. Ну и напомню вам, что мы уже есть на платформе Patreon, и там я приготовил для вас массу интересных призов. Нажимайте кнопочку, заходите и читайте, чем вы можете там поживиться у меня. Ну и не забывайте ставить лайки, делиться этим видео, если оно вам понравилось, и задавать мне вопросы в комментариях, я стараюсь ответить абсолютно на все. Список научных исследований, которые я использовал при подготовке этого видео, вы видите сейчас на экране, скачать вы его можете по ссылочке внизу этого видео, и приятного вам фрукта, ягода, едения. Здорового, хорошего лета, будьте здоровы и счастливы. До свидания.